Мы неоднократно заявляли, что перед тем, как вынуждена уйти с Кавказа, Россия намерена похоронить и закрыть Арсахский вопрос. Иными словами, окончательно сдать Арсах Азербайджану. Юридически это зафиксировать, то, что мы видим сейчас. Да, то, что они называют так называемым договором о мире. Провести так называемый процесс делимитации, то есть подписать договор о делимитации, которым подразумевается, что армяне признают нынешние незаконные, постсоветские, административные, а не государственные и никогда не признанные международным сообществом границы и признают армяно-турецкую границу. Иначе говоря, они упаковывают Армению в удобном и подходящем для турков виде. Армения отказывается от арсахского и армянского вопросов, от каких-либо требований к Турции и Азербайджану, оправдывая это избеганием войны. На самом деле это как раз чревато новой войной, потому что это приведет к лишению Арсаха армянского населения, к этническим чисткам и к новым столкновениям. Потому что у турков разыграется аппетит. И после ухода русских, если мы не примем руку помощи Запада, турки продолжат свои посягательства. Они заявили о своих требованиях в отношении Сюника, Гераркуника и Тавуша. Я знаю, почему Россия идет на это. Почему она идет на это? Потому что ей выгоднее сдать регион Турции и Азербайджану, с которыми ее интересы совпадают, чтобы у нее потом была база. Чтобы потом, когда они вернутся, а у них есть надежда, что они наберут силу и вернутся, как это и было в 1920 и 1991 годах, и отберут у Турции Кавказ, или хотя бы снова поделят его. А если Запад завладет Кавказом, Россия, Турция и Азербайджан безвозвратно уйдут с Кавказа и потеряют его. Они, Турция и Азербайджан, открыто об этом заявляют, что в случае ослабления и провала России для них появляется угроза потери Кавказа и статуса КВО согласно московскому договору. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.